А давайте окунемся в сказку вечеров на хуторе Близ Магнитки. Нереальная атмосфера, созданная волшебниками духа русского, духа русских бань. Хутор из десятка изб, хутор желаний жить лучше, чем всем, отдыхать на порядок лучше, чем это делается в 99% российских банных комплексах. И возможность такая есть в Магнитогорске, чудной деревушке на выезде из города в сторону озера Соленое. В комплексе «Русские бани на Малиновой». Конечно, в предыдущих сериях вы видели наше мнение. Мнение потрясенных и многоповидавших, но естественно ангажированных авторов. А вот мнение тех, кто реально здесь отдыхает. Ну, с легким паром. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну что, дорогие магнитогорцы, могу вам сказать. Какой у нас сегодня праздник? Встречения. Встречения. Как вам нравится здесь? Очень. Мы постоянные клиенты. В принципе, очень нравится и обслуживание, и самое главное – бани. Бани, парильщики. Мы всегда берем парильщиков. С удовольствием отдыхаем. Ну, то есть люди профессионалы. Что можно сказать? Нужен ли домик в деревне, если есть русские бани? Нет. Нет. Ребята, нет. Тут все. И домик в деревне. Вообще, знаете, я вот имею дом и не хочу иметь бани. Вот сюда приехал, отпарился, отдохнул. То есть, ну, все, что надо здесь есть. Все. Повара, массажисты, парильщики. Ну, вообще, все классно. И люди здесь хорошие. Ну, через 45 минут в проруби? Да. Да. Обязательно. Договорились. Ну что, русские бани для семейного отдыхают? Вообще, для семейного. Каждую неделю сюда ходим. Нравится? Просто обалденно. Да. Даже мы не по праздникам, так каждый день просто вообще. Это идеально. Даже ребенок вот 6 лет тут уже исполняется. Она уже, как ей сказали, да, на крещение. Она говорит, это самый цивила календарь и каждый день листочки отрывала, когда мы пойдем в баню. А в полунию-то будем сегодня прыгать? Обязательно. Да. Ну, она у нас готова, но она это... Держи, держи, держи. Она... Мы ее обливаем, конечно, холодной водой, но подождем, наверное, 7 лет ночьем ее в полунию. Сейчас пока как бы еще побоимся. По семейному бюджету бьет посещение, нет русских бань? Ну, нет. Тут же можно скинуться. Большая баня, скидываешься, получается, копейки. На этого стоят? Да, большой компанией приходишь, то есть это копейки. Если честно, то ездить на ночные съемки в глубокий минус удовольствия не из самых любимых. Но в ночь на крещение Господне – это настоящее удовольствие. Здесь, в комплексе русские бани на Малиновой, создали атмосферу настоящего праздника. Вода освящена батюшкой, ну и первый пошел. Зашел бы я в ледяную воду – не факт. Но факт. Практически полсотни прибывших и далеко не моржей воссоздают именно русскую традицию – омываться святой водой на крещение. И, честно говоря, то, что смотрится несколько экстремально, по сути, ведь праздник. Как оно? Отлично. Отлично, тепло, классно. Не сильно займешься? Нет, вот в том году было веселей. Там было 24, по-моему, да. А сегодня нормально, да. Почти сахара. Да, да, вы знаете, действительно, хорошо, очень хорошо, как сказать. И все для нас. Спасибо большое. Да и вас так. С праздником. Так, как оно? Замечательно. После бани или просто так? Нет, так просто приехали. Ну, мужчина должен съездить из Владивостока до Магнитогорска и искупаться зимой в проруби. Так ли это? Да нет, мы туда все хотим съездить. Никак не получает. В проруби уже искупали. Да. Все замечательно. Хатричная. Супругой? Да. Класс. Ну, как рассказываете? Да здорово, вообще суперски просто. Надо всем попробовать. Это впечатление, вот даже не передать. Это надо обязательно испытать. Кстати, праздники на каждый день это совершенно реально и недорого. В зависимости от вашего желания и величины компании можно устроить и ледяную купель, и занырнуть в сугроб. Благо на дворе настоящая зима. Тот, кто этого делать не хочет, может заказать индивидуальную температуру в бассейн, как и бассейн для ребятишек с игрушками. В очередной раз заметим. Здесь натуральный русский парк, и каменки разогреваются дровами. Если вы не сильны в парении и массаже, то это вам устроят профессиональные парильщики. И удовольствие будет гарантировано. Кстати, атмосфера парения в каждой бане одинаковая. Паринки стандартных и выверенных размеров. А вот досуг – это на ваш вкус. Досуг, кстати, недорог. И редко когда на компанию, складчину, вы потратите денег больше, чем в неприспособленных электрических саунах. Кстати, рассчитаться за все можно и пластиковыми деньгами, то есть картами виза. В общем, если это место стало любимым уже тысячами горожан, станет оно любимым и десяткам тысяч. Субтитры сделал DimaTorzok